Ну дадите мне проехать или нет? Привет всем, ну и вот как обещал приехали на большую рыбалку, приехали на Чузское, Каукси, да это район Каукси, так что будем ловить сегодня рыбу. С собой взял палатку, взял удочки, взял и блесну и мотыля, в основном мотыля, взял жерлицы на всякий случай, ну это так, на всякий случай, там посмотрим, разберемся, взял лопату, чтобы расчистить место, ножи поменял на бури, короче, плиточку взял, не знаю еще для чего, но разберемся по ходу дела, лишним не будет. Так что че, сейчас, короче, бурим лунки, ищем рыбу и палатку будем ставить, там уже люди сидят с палатками. Я думаю, уместно, ветра такого сильного нету, но раз уж я взял, я поставлю палатку сегодня. Так что, так что все, ловим. Будет интересно. Ножи у меня были ржавые, купил новые, посмотрим. Че, я далеко и не буду там пытаться, прямо здесь сейчас и забуримся, посмотрим. Пробурим пару дырок. Потом посмотрим, где что есть, и тогда уже поставим палатку. Так что, рыбалка намечается хорошая. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, сразу видно, ножи новые. Вообще, хорошо. Пробурим здесь и в округе еще где-нибудь пару дырок и будем искать. АПЛОДИСМЕНТЫ Пробурил я, короче, четыре лунки. И... Че, будем искать. И, естественно, я взял с собой камеру. Подводную. Так что, посмотрим. С камерой сегодня полазим. И первый раз взял какую-то прикормку. Универсальную. Решил попробовать. Один раз мне знакомый давал какую-то прикормку. А сейчас я решил купить себе кормушку. Тоже попробовать. Так что, посмотрим. Сейчас будем облюбовать... Облюбуем, короче, эту лунку. Посмотрим, что-то как. Да запустим камеру. Посмотрим, короче. Бур намного лучше с новыми ножами. Рубит, а я там мучился ржавыми. Кстати, лёд толстый. Вот, короче. Вот примерно по Сюдово. То есть, отсюда до Сюдово лёд. Не знаю, сколько сантиметров, но... Сто процентов. Лёд хороший. А я ещё сомневался, читал на сайтах, то можно, то нельзя ловить. Короче, тут всё нормально. Ну что, мы, в принципе, не торопимся. Запустим сначала камеру. Посмотрим, как водичка. Мне интересно просто, как здесь камера будет показывать. Вот, вижу дно. Рыбы не видать. О, вижу окушка. Нет, рыба есть. Пока не видно. Нет, это не рыба. Взял вот такую удочку. Мотылёк, мотылёк. Приобрёл всю такую штучку. Блин, а как она надевается-то? Она вот так. Хотел такую штучку. Приобрёл. Увидел когда-то на сайте у кого-то. И мне понравилось, что на коленке. Прикольно так. На 3 евро мотыль как раз помещается вот в эту коробочку. Ладно, что у нас там по плану. Надеваем мотыле. Надо, видел, кстати, тоже вот эту штучку, которая мотылей надевает, пучок. Надо тоже будет приобрести. Ладно, попробуем для начала. Уже застыл этот морозец. Сейчас посмотрим. На камере пока ничего не видно. Сейчас мы там прикормочку кинем. Посмотрим. Сейчас главное место найти. И будем палатку ставить. На камере есть. Только я не понимаю, это не окунь. То ли палатва, то ли ёрш какой-то. О! По-моему, игрался. Не уверен. Первый раз в этом году уже забыл, как клюёт. Может, мотыль играется. Положим, я думаю, пойдём там почистим. Я вот эту лунку прикормил. тут рыба есть. Попробуем, будем искать. Короче, вот эта коробочка на коленку мне не понравилась. Короче, в четырёх лунках и ничего нету. Вроде по камере была рыба, но что-то не клюёт. Пойду сейчас ещё пробурю пару лунок где-нибудь в другом месте. Будем искать. Надо уже палатку ставить. Камера на улице мёрзнет, короче, вырубается. Надо как-то найти место и присесть уже конкретно и в палатке уже нормально снимать. Ну что, с первым уловом такой нормальный окушок, кстати. Вот только что поймал. Я думаю, сейчас будем здесь палатку расставлять. Здесь и рыба как раз была на камере. такой нормальный окушок. Так что будем здесь, наверное, останавливаться. Короче, нарвался я на стаю. О! Здесь окуни-монстры, блин! не срывался. А не! Ёршика поймал! Ну, кстати, уже можно ставить этот как его как он называется-то. Ёршика отпустим. Потом, если что, поставим эти... Ой, забыл, как называется-то, блин. Не донка. Ну вот, я поставил палатку. Короче, подсыпал снегу. Палатку ставил недолго. вот такие штуки еще взял. Не знаю. Нашел у себя в гараже. Зачем и для чего они. Не знаю. Но решил им найти применение. Решил так взять на рыбалку и поставить. Ну, еще сейчас снегом засыплю. Решил пока санки сюда тоже занести сегодня. А потом разберемся. засыпал все снегом. Ну, все, пойду ловить. Посмотрим, что тут дальше. Пока вот так три рыбешки есть. Кстати, не маленькие. Закрываемся. Вот, короче, вот так сижу в палатке. Пока три окуня. у меня сейчас газовая плиточка сейчас горит. Ну, не знаю. Конечно, газом нельзя. Ну, так, чуть-чуть я решил. Так, окошко у меня тут. Так, что вот как-то как-то вот так. нормально. Зато ни ветра, ничего. Вообще хорошо сидим. Еще клювало бы получше. вот такой у нас улов пока. Короче, вот такая свечка у меня была большая, но короче, ее не советую. Она коптит. Вон, на пакетах аж черный осадок остается. пока на данный момент пусть будет плитка газовая. Я все равно не с ночевкой, как бы так. Поэтому обойдемся пока плиткой. Ну, что хочу сказать. В принципе, очень неплохо ловить в палатке. Ветра нету. Конечно, на морозе камера садилась. Не мог снять, как ставил палатку. Ну, в принципе, я в прошлый раз показывал, как ставится палатка. Поставил я ее быстро. Недолго. Кстати, ветер поднимается. Палатка уже трясется. Скажу так, что надо решать с печкой какие-то вопросы, потому что я все-таки это... Я люблю, когда тепло. Ну, в принципе, и сейчас комфортно. Рыбы ловятся. Правда, не так, чтобы вообще, но есть два таких нормальных. два средних и ёршика тут маленьких. Как бы так. Я вот только разложился, что спокойствие такое началось. А то то там настраивал это, то это, то там со свечкой свечку не советую брать вот с такой толстый фитилем, не знаю. Ну, и вообще, я не знаю, правильно ли брать свечки или что-то ещё, чтобы отапливать, потому что это я так просто, как бы, от себя её решил взять. Были, мне брат дал эти свечки, я вот решил, думал, может, будет хорошо. Ну, и плитку, как бы, сам вот так решил взять, что может, хоть какое-то тепло. Так что, как-то так. А так всё нормально. Мне нравится. Сидим, кайфуем. Кстати, всё взял, ничего добавить в принципе не надо. К моему приезду всё вроде как рассчитал. Так что, а сейчас пора время, наверное, перекусить. Чё-нибудь, чё-нибудь перекусить. У нас есть, я с собой взял сало. Есть такая краковская колбаса, хлеб, хлеб, яйца и лук. Куда же без лука, чеснока? Чеснок, правда, не взял, взял лук. Сейчас в такие погоды, что чеснок надо кушать. Так, что нам ещё? А, ещё я взял, 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 взял чайку. Так что, у рыбы перерыв, ну и мы перекусим что-нибудь. Где тут мой? Мой ножик у меня тут есть. Так, всё равно пока у рыбы перерыв и мы перекусим. Вот, чаёк горячий. Самое то, а то я замучился. Первая рыбалка. Ну, я не знаю у кого как, а всегда так. Пока присмотришься, пока туда-сюда замотался. Чаёк горячий. Возьмём хлебушка. У нас есть такой ножичек походный. Это мне друган Коля подарил как-то. Говорит, тебе нужнее. Такой наборчик. Так, вот и ножичек. Порежем сальца, колбаски. Что может быть ещё лучше, да? Вот такое сальцо у меня. Сейчас мы нарежем. так, пучку сразу тоже. Прямо сюда сейчас и, чтобы не мусорить. Яичко почистим. Ну, как бы так. Ну, чё? Что может быть ещё лучше, чем на природе вот так покушать? Офигенно! хорошо сидим. Сидим. и приезжаешь же даже не за рыбой, а вот чтобы вот так посидеть, отдохнуть. блин, вот всё лето ждал вот этого, как сяду в палатку, чтобы было чуть-чуть рыбки. Не надо много, чуть-чуть. Главное, чтобы поклёвку увидеть. И чтобы вот так посидеть, посмаковать, сальца с хлебушком покушать. это стоит того, чтобы бросить всё, взять выходные и поехать. Забыть про всю суету, на всё наплевать и просто вот так покайфовать. Вообще, что творится там за палаткой, за окном всё равно. Офигенно. кстати, я ещё думаю, вот так туда куплю раскладышку, но не знаю, скорее всего не в этом году. Печку надо приобрести обязательно, потому что, ну, я ещё не согрелся, конечно, так-то ветер не дует, ничего, но всё равно как бы. Ещё раз повторюсь, я люблю, когда жарко. всё не жерлицы не будем ставить. Хотя есть на что ставить. У меня там есть верши. Ну, ладно. всё не так ознакомительная рыбалка. Хотел посмотреть, как это всё вот в палатке будет выглядеть. А выглядит это всё шикарно. латвичку взял и тоже, кстати, немаленькая. Что-то здесь покрупнее рыбка. Немаленькая. Сейчас бы нарваться на стайку. В принципе, вот такие окушки и такая плотвичка это очень даже хорошо. Очень даже. О! О! Сидит! Сидит! Аня ушла. О! О! Не, ну это что-то маленькое. хотя среднее. Среднее. О! Это опять этот ёршик. Короче, нет. Я их собирать не буду. Пусть, пусть плывёт. я думал на жерлицу поставить. А я сегодня не буду ничего ставить. А я думаю, может, на камеру там плотвички и были. Потому что, ну, окунь сразу отличается даже на камере. О! Что-то клюёт, но непонятно. сидит, 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 сидит. Ушёл. 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 Мотыль сидит зато. Это что я хотел сказать. Я вот не знаю, может, у меня, конечно, мормышка большая, но пусть лучше будет такая, пусть лучше такие клюют, чем мелочь. Ну, в принципе, я доволен. Теплотвичка клюнула, и ёршики, и окушки неплохие. И отдохнули, и посидели хорошо. О, только хотел чаю попить. О, что-то сидит, но что-то маленькое. Нет, сошла. Нет, я думаю, ещё поклёвки будут. О, клюёт. мотыля насадил. Что-то село, но непонятно что. Что-то маленькое. О, такой вот опять ёршик. И, главное, старого мотыля не хочет. как нового насадил. Давай, плыви, ты мне не нужен. Короче, вот такую, я не знаю, универсальную прикормку купил. Я не разбираюсь. там была универсальная, я, кстати, не знал, что есть универсальная. Короче, вот так, вот такие дела. вот вроде держится. Держится. подкармливаем. Ловись рыбка большая и маленькая. опустилась. О, шуточка сломалась. Надо другую для прикормки. Да, раскрылась. Еще понял я, надо взять какую-то тряпку, чтобы руки вытирать. Ну, можно полотенце какое-нибудь старое. И тогда будет супер. Сейчас посмотрим, есть вот прикормка или нет. Кстати, удочка продавалась с кивком. С таким уже, с более современным. Но я в детстве не помню, были кивки или не были. Но почему-то я первый раз ловил с резинкой. И мне так понравилось, что я теперь вот, была удочка прям продавалась с кивком, да, хороший кивок, но я его сразу поменял на резинку. Не знаю, почему-то нравится с резинкой и все. Не знаю, почему, просто нравится. Прикормка служит для ловли рыбы в зимнее время года. Предназначена для ловли в озерах, каналах, реках, также подо льдом. Соответствующим образом подобранные компоненты данной прикормки не насыщают и долго удерживают рыбу в месте лова. Доставка белых червей или приманочного состава повышает эффективность смеси. следует сформировать шарики прикормки и забросить их точно в то место, где намереваетесь ловить рыбу. Ну что, я в принципе сейчас только прочитал, но понимаю, что я в принципе так и сделал, как они там написали. Будем ждать рыбу, что. судя по надписям сейчас должно клевать вообще. Чего-то больше не хочет. Сейчас еще подождем, может прикормка подействует. О, вот одна, там есть еще и вторая. Короче, рыба есть, но какая-то непонятная. И кстати, еще я сегодня думал, что надо выезжать ну к девяти примерно приезжать, там еще темновато будет, а не уже можно полдевятого приезжать и выходить на лед. Пока дойдешь, как раз уже будет светлеть. А я приехал пока сюда я наверное не, я в начале десятого приехал. Сейчас потерялся. я думаю, что еще надо ящик большой, чтобы вот это все не по пакетам, как у меня лежит, ящик ложить. Но это тоже потом. Так, уже время два часа. Она потихонечку уже будет собираться. но я сейчас пойду в той лунке еще проверим. Мало ли что там пришло и тогда уже буду собираться, потому что время уже два часа, пока соберешься. Ну, в принципе, я уже знаю, как палатку разбирать. Она разбирается легко. Ну, и потихоньку будем тогда собираться уже. На сегодня тогда уже будет все. Как бы получается четыре окуня таких немаленьких. Одна плотвичка тоже большая. Ну, и там ершиков. Вот у меня два лежат. Зря я их брал, надо было отпускать. А этих я возьму домой. Жена просила, что-то хочет сделать. Я сомнев особо. Посмотрим. они реально, я в том году ловил намного меньше были. Много, но намного меньше. А здесь такие прям крупные. ну, лучше уж такие крупные, чем маленькие. Хотя, в принципе, если брать килограммами, тогда можно маленьких наловить кучу килограмм. а можно и больших поменьше, но тоже столько же килограмм. Ладно, пойдем попробуем другую лунку. просто ради интереса закину хоть чтобы посмотреть еще одну поклевку и будем заканчивать. В общем, рыбалка мне понравилась с палаткой. Буду ее постоянно брать палатку. Ну, по крайней мере, ветра нету. Вот сейчас слышно по палатке, что как будто ветер есть. Утром не было такого ветра. И он меня не беспокоит. То есть ты сидишь очень хорошо, очень прикольно. Еще было бы еще теплее, тогда вообще было бы хорошо. А так пойду попробую, тогда будем закругляться. Будем собираться к дому. Ой, слушайте, я там замерз. Реально вот сейчас, когда я вышел и там посидел пять минут, я понял, что палатки лучше. Ну, там, конечно, ничего и не клевало. Ну, я замерз. Дело прошлое, пришел и там, ну, сколько мы, три часа, может, два с половиной, два. Нас там не было и лунка замерзла так, что я ногой отбивал. Короче, лучше в палатке сидеть. Сейчас вот еще чуть-чуть посижу, погреюсь и будем собираться. Палатка дает свое. не-не, в палатке лучше. Я очень доволен, что взял палатку. Фух. Ну, в общем, отлично. О, клюет. Клюет. представляете, наконец-то. Все-таки вроде уже и не собираемся. О, это ты, друг мой. Опять ты. Иди гуляй. в общем, надо с утра приезжать, сразу искать лунку, ставить палатку и тогда вообще будет хорошо. Вода что-то прыгать начала. наверно, рыба плещется. Наверное, рыба плещется. ерунда. Надо посмотреть. Да вроде как все спокойно. Может, какие трещины идут. Лед ломается. Не, ну, лед тут здоровый. Что, ладно, будем собираться потихоньку. Вот у нас вот такой улов. Ну, хорошие, да, окушки? Ерши мы брать не будем. Окушков возьмем. Короче, будем потихоньку собираться. Складывать вещи. и поедем. В общем, все супер. А так все понравилось. Посидели, попили чайку с сальцом, с лучком. Блин, все как надо. Офигенно. Мне понравилось. Правда, сейчас там подниматься. Там такая горка. И, короче, утром с этими санками. Санки ж тяжелые. А там ну, горка сделана из деревяхи. Просто не лестница, а прямая такая спуск. И там снег. Санки меня тащат. И я вот так впереди их держу. Сам скольжу. Короче, я с ними так и покатился. Теперь надо вот что. Надо пакетик для моего супер улова. Отвезу жене. Пусть жарит, парит. Он такой, да, неплохой, обынь? Ну, что, пойдем собирать палатку. я вот все штуки отсоединил. Палатка стоит. Петя убрал железки, которые я брал. И все-таки, ну, я к чему это говорю, что снег свое дает. Все-таки смотрите, держится. Поехала. Все, поехала. Вот и все. В принципе, ничего сложного. Мы собрались, так что вот так.